У меня красный диплом, я зубной техник по образованию. А еще сертификаты о повышении квалификации, дипломы косметолога и гигиениста. Марина Гамидова много лет проработала в стоматологии, но однажды решила кардинально изменить свою жизнь. На смену медицинскому костюму пришел рабочий. Вместо медицинских инструментов лобзик, пневмостеплер и дрель. С ними хрупкая девушка легко управляется и даже даст фору некоторым мужчинам. Тут дело не в стиле, а дело в выносливости и к отношению к этому делу. Если я это все люблю, для меня это вообще лучше всяких ноготочков, маникюрчиков и все остальное. Для меня это вообще прелесть моя любимая. Вот уже год Марина занимается изготовлением мебели на деньги, а Центр занятости закупила оборудование. И теперь она уверенно составляет конкуренцию мебельщикам со стажем. А это суровые будни налоговой инспекции. Как вы помните, были все в масках. За плечами Артема Кемова 12 лет в налоговой инспекции. Он был главным специалистом-экспертом, грамотный сотрудник и душа компании. Но жить по графику парню надоело и в один прекрасный день он решил, пора дать волю творчеству. Уроки труда не прошли даром. Вспоминает Артем, работу взял в свои руки, защитил бизнес-проект, обустроил мастерскую в гараже. Все, что к тебе приходит в голову, ты просто берешь и делаешь это на станке. Вот ты проснулся с одной мыслью, вот хочу вот это. Просто приходишь и творишь. Сегодня из-под рук мастера выходят деревянные изделия из дуба и бука, персональная гравировка, креативные задумки. Сделал такую вот небольшую подставочку для шашлычка. Шашлычок пожарили, поставили его. Благодаря финансовой поддержке от центра занятости свое дело в Тюменской области в 2022 году открыли почти 200 человек. Выплачиваем мы 192 тысячи рублей до 192 тысячи рублей финансовую помощь. И гражданин по оказанию этой услуги, по итогу должен открыть собственное дело. Любая форма юрлица, это крестьянское, фермерское хозяйство, индивидуальное предпринимательство. В этом году поддержку получат 126 бизнес-идей. Специалисты уже зарегистрировали 29 заявок. А значит, еще у десятков тюменцев появится возможность найти работу, которая приносит не только доход, но и удовольствие. Елена Сторожук, Альшат Керимов, Тюменская служба новостей.